Всероссийская научно-богословская конференция открылась сегодня в Викторинбурге. Форум «Церковь, богословие, история» проводится в эпархии в седьмой раз и посвящен памяти новомучеников. Надежда Калинина продолжит. В конце 1880-х годов появился эстонский студент Петербургской духовной академии Павел Кульбуш. Кульбуш – это его эстонская фамилия, хотя сами эстонцы загружняются с ее этимологией. Глубокие вопросы, доскональное исследование темы и узкая направленность. Специалисты делятся результатами своих исследований в области богословия, истории церкви и смежных дисциплин. Участники конференции говорят, актуальность этих докладов прежде всего в скрупулезной и ответственной работе авторов. Всякое исследование, выполненное добротно, оно всегда будет актуально. Потому что тогда, когда мы подходим к материалу с тщательностью, этот материал нам много может рассказать и может быть для нас получительным. Так, гость из северной столицы, проектор по научной богословской работе Санкт-Петербургской духовной академии рассказал собравшимся о создании эстонских приходов Петербургской епархии. В 1900 году было образовано благочение эстонских приходов, в которые вошли все те приходы, русские приходы, в составе которых находилась какая-то эстонская часть, которая охранялась местным духовенцем. Таких приходов к тому моменту уже насчитывалось шесть. На примере жизни священномученика Платона, епископа Ревельского, отец Константин показал, как ревностная церковная деятельность святителя в начале 20 века повлияла на жизнь целой страны. Дело в том, что каждое время свои вызовы предлагают христианам, и иметь четкий, ясный, продуманный и обсужденный ответ – это очень важно. Поэтому я думаю, что на этих конференциях, понятно, что присутствуют сами докладчики, организаторы, но это вообще возможность каждому приобщиться к этому интересному, очень духовному деланию, которое называется таким, может быть, словом, как непривычным для многих – богословие, богословствование. Около ста ученых, преподавателей, краеведов из разных городов прибыли в столицу Среднего Урала на научный форум. Он будет проходить на нескольких площадках, одна из них – Миссионерский институт. Будут обсуждаться вопросы истории, литературы именно с точки зрения православного мировоззрения, с учетом истории русской церкви и так далее. Также доклады можно будет услышать в Православном информационно-библиотечном центре, центре «Царский». Секции будут работать до пяти часов вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова